Эти люди в растерянности, женщины едва сдерживают слёзы. Пейзаж говорит сам за себя. Разрушенное жилище, как после бомбёжки, сетуют местные жители. Нас бросили, нас просто бросили. Газ отключён. Как можно жить в таких условиях? Манежное жильё. Мы и так живём. Вы сами видите, как? Обещание на расселение, хотя дом аварийным признан ещё, по-моему, в семнадцатом году, вот, или в шестнадцатом году было. Вы представляете, сколько лет? До двадцать пятого года обещали расселение. Где оно? Сколько можно? А он рухнет скоро. И всем по барабану. Извините за выражение. Но вот действительно так. Возмущения очень много. Всё случилось ещё 16 сентября. Стена обрушилась. К счастью, никто не пострадал. Но жить в этом доме невозможно. На перебой сообщают люди нашей съёмочной группе. Пообещали там целую гору, вроде как, расселять там будут. Но предлагают маневренное жильё. У нас сейчас, вот на данный момент, там, где вот это обрушение, девять квартир, которые остались без газа, без, это, значит, утепления. Та стена, которая рухнула, она не представляет угрозу для самого строения. Она несла функцию облицовки и утепления. Больше ничего. Крыша держится у нас непосредственно на самом вот этом доме, на самом строении. Вот. Посмотрите, какое безобразие до сих пор. Ничего не делают. Совершенно ничего не делают. Проблеме не первый год. Жители 116-го дома по улице Нововокзальной обращались во все возможные инстанции. Везде входили в положение, сочувствовали и даже обещали помочь. Правда, до реальных дел так и не дошло. А вот стена всё-таки обрушилась. Стена, понятно, мы уже как бы понимали, что она рухнет. Вот, пожалуйста, видите, сколько обращений, целый архив. По этому поводу мы обращались, потому что видно было, и трещины пошли, и кладка стала отходить, потому что кладка, она не связана с домом. Домщита сборная, кладка это просто, ну, облицовка. Вот. Ну что, обращений вот столько, ну, сами видите, я тоже живу теперь без газа. Двое деток сейчас здесь непосредственно. Двое ещё пока переехали. Местные жители уже и не знают, кто им сможет помочь. Надеются, что с помощью огласки ситуация сдвинется с точки.